Жозе Муриньо после того, как стал самым молодым победителем в истории Лиги Чемпионов, еще много лет считался одним из лучших тренеров мира. Но во второй половине десятых возникло четкое ощущение, что методы особенного больше не в тренде. Да и сам он уже не тот. Упустил ситуацию в Челси после чемпионского сезона, не смог задавить всех авторитетом в разобранном МЮ, а сейчас дошло до того, что его утешает на пресс-конференции после разгрома от Лейпцига один из журналистов. И на самом деле так часто бывает. Мы долгие годы восхищаемся наставниками, а потом их методы будто перестают действовать и под новые реалии коуча адаптироваться уже не могут. Сегодня мы собрали мощную компанию крутых специалистов, чья карьера резко пошла вниз еще до наступления критического возраста. Самые яркие примеры сейчас Муриньо и Анчелотти, но есть и другие, посмотрим на них. Это 10 сдувшихся топ-тренеров. На 10-й срочке Мануэль Пеллегрини. Чилистский специалист по прозвищу Инженер, у него есть диплом Инженера-Архитектора, выиграл чемпионат Аргентины с двумя разными командами и выстрелил с первым же своим европейским проектом Вильяреалом середины нулевых. Это была сенсация. Клуб из городка с населением в 50 тысяч человек сразу дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА, квалифицировался в Лигу Чемпионов, где едва не пробился в финал, а потом занял второе место в Ла Лиге. Это высшее историческое достижение желтой субмарины в национальном первенстве. Короче, Пеллегрини тогда хотели все. И за 4 миллиона евро отступных его выкупил мадридский Реал. Это было первое приобретение вернувшегося президента Переса. В Мадриде Инженер завершил чемпионат с рекордными для Реала 96 очками, но это принесло только второе место. Так что, как и многие другие, Пеллегрини стал жертвой огромных ожиданий и вечного нетерпения. Тренера уволили после первого же сезона. Потом была интересная Малага с богатым владельцем, с которой Мануэль дошел до четвертьфинала Лиги Чемпионов. Ну и приглашение в самый амбициозный проект европейского футбола начала десятых – Манчестер Сити. Пеллегрини создал в команде комфортную атмосферу, но выиграл только два трофея за три года, что не устроило руководство. Да и освободившийся Гвардиола явно был более желанным вариантом. И вот, наверное, на этом топ-карьера Пеллегрини закончилась. Грандом тренер был уже неинтересен, поэтому в 63 года уехал в Китай. А в 2018-м попытался вернуться в АПЛ Вестхэм, и тут уже был полнейший провал. Аргентинцу дали потратить 200 миллионов евро на трансферы и терпеливо ждали результатов, но инженера было не узнать. Команда, с которой он провел две предсезонки, так и не научилась обороняться. Привычной крутой игры в пас тоже не было. Последовало абсолютно заслуженное увольнение, и теперь очевидно, что Пеллегрини уже не получит шанса в топ-клубе. Да даже среднякам он уже не особо интересен. Девятый. Гус Хиддинг. Герой футбольной России конца нулевых выиграл Кубок Чемпионов еще в конце 80-х с ПСВ, а в 21-м веке стал главным спецом по подготовке средних команд к большим турнирам. В этом Гуссу не было равных. В 2002-м он пусть и не без помощи судей, а счастливил хозяйка Мундиаля Южную Корею, дойдя до полуфинала. Потом Хиддинг вывел Австралию на Мундиаль впервые за 32 года. В стыках прошли Уругвай. Ну и успех сборной России в 2008-м мы все прекрасно помним. А ведь Голландия тогда была одним из главных фаворитов. В группе с французами и итальянцами команда Ван Бастена взяла 9 очков из 9. Однако уже через год со знаменитого поражения в Мориборе началось падение Гуса, который тренер так и не смог остановить. Россия не попала на Чемпионат мира, а история с Кальяном перед игрой выглядела абсолютно реальной. Либеральность голландца расслабила российских игроков. Хиддинг сильно переживал тот провал, уехал в Турцию, где не смог вывести местную сборную на Евро 2012, немного поработал в Анджи, откуда психанул и сбежал. А последним шансом для тогда 68-летнего специалиста был очередной приход в сборную родной страны, где всем стало ясно, его магия окончательно пропала. Осталась безидейность, командные игры, роковые индивидуальные ошибки игроков и вечно плохое настроение у некогда суперпозитивного Гуса. Сдувшегося специалиста убрали через год, а оранжевые в итоге не попали на Евро впервые за 32 года. Причем то был самый легкий отбор в истории. Из группы А вышли сразу три команды, а Нидерланды стали четвертой. Последовавший отъезд в Китай стал официальным выходом на пенсию Гуса Хиддинка, лучшие годы которого закончились тогда, когда истек контракт с Российским футбольным союзом. Кстати, пока в европейском футболе перерыв из-за пандемии коронавируса, мы продолжим выпускать ролики, но немного изменим набор программ. Так что в апреле постараемся представить вам пару новых рубрик. А наш партнер из MarathonBet тем временем гадают, кто победит в главном спортивном событии ближайшего месяца. Бой Фергюсона и Хабиба пока не отменили, и наш боец явный фаворит. Верим, что все как можно быстрее закончится, и продолжаем. На восьмую позицию берем необычную историю Клаудио Раньери, который дважды за карьеру переставал быть топом. Этот итальянец стал котироваться на уровне ведущих тренеров Европы в конце 90-х. После качественной работы в Ферентине была Валенсия, Мадридский Атлетико и, наконец, Челси, где на четвертый год Клаудио смог привести команду к серебряным медалям. Впрочем, для наполеоновских планов Абрамовича Раньери был слишком скучным вариантом, и итальянец продолжил путешествие по Европе. Ему доверили Ювентус, вернувшийся в серию А после Кальчополи. Там Клаудио работал классно, но максимум второе место. Потом второе место с Ромой, и в тот момент неудачливость итальянца стала напрягать работодателей. Он ставил классный футбол, но до победы нигде не добирался. В Интере Клаудио проработал меньше сезона, и сборная Греции был уволен после четырех неудачных матчей, и вот тогда показалось, что это конец. Дальше только Китай или Эмираты, ну или борьба за выживание с Ластером, которому срочно понадобился наставник без больших финансовых запросов. А там была главная сенсация в футболе 21 века. Раньери снова стал супертопом, им восхищались вообще все, но следующий же сезон с Лисами итальянец провалил, как и работу еще в трех других командах. Сейчас наставник топит в серии А Самбдорию, и кажется, ему снова ничего не поможет. Пик Раньери пришелся на нулевые. Если бы он оказался чуть-чуть удачливее, и взял несколько трофеев, то впоследствии получал бы долгосрочный кредит доверия. Хотя при таком сценарии он бы вряд ли попал в Лестер, так что может оно и к лучшему. Седьмой еще один экс-наставник сборной России Фабио Каппелло. В 90-е Дон Фабио был чуть ли не главным тренером мира. Он взял Лигу чемпионов унизив в финале самого Йохана Кройфа. Выигрывал чемпионаты Италии и Испании. В начале нулевых Каппелло победил в серии А с Ромой. Это было очень круто. Потом он выиграл два титула с Юви, которые были обнулены из-за коррупционного скандала. Но репутация Каппелло нисколько не пострадала. Ведь его тут же позвал Реал. И вот там специалиста ждал первый мощный удар по самолюбию. Он в драматичной борьбе выиграл Ла Лигу, а его уволили из-за скучной игры. С тех пор Дон Фабио стал закрываться и делался все более упрямым. Он не признавал ошибок в работе со сборной Англии, а во главе сборной России отыскивал причины неудач команды в чем угодно, но не в тренерских решениях. По новому контракту с РФС, который был подписан перед чемпионатом мира в Бразилии, Фабио фактически не отвечал за результат. И кажется, Каппелло в такой ситуации совсем потерял связь с реальностью. Армейская дисциплина, установленная итальянцем в сборной, больше не видела с благом и стала всех раздражать. РФС и лично Мутко с трудом нашли деньги на то, чтобы досрочно разорвать контракт с наставником, и после этого все как будто выдохнули. В 90-х Каппелло был крут, но в 10-е так и не смог понять, что его солдафонские методы уже неэффективны по отношению к современному поколению игроков. Позиция номер 6 на контрасте с ветеранами здесь 48-летний Унаэ Эмери. Тренеришка в середине десятых стал одним из самых актуальных специалистов в Европе. Судите сами, три подряд выигранных Лиги Европы и приглашение в ПСЖ, который хотел европейского господства и готов был дать тренеру все, что тот захочет, даже Неймара с Мбаппе, именно тот момент был пиком Баска, потому что работа в Париже, несмотря на 7 титулов, была впоследствии признана неудовлетворительной. Он так и не продвинул амбициозный клуб в Лиге Чемпионов и запомнился скорее поражением 1-6 от Барселоны. А еще ухитрился даже проиграть чемпионат Франции, где у ПСЖ после прихода шейхов особых проблем никогда не возникало. Ну и еще один важный момент. Эмери не смог стать непререкаемым авторитетом в глазах топовых игроков. Он конфликтовал с Неймаром, Бен Арфа, Димари, Арье, Хесе и другими. Ну а спор Неймара и Кавани за мяч при пробитии пенальти показал, что дисциплину Эмери не умеет налаживать от слова совсем. С момента увольнения из ПСЖ стали говорить о том, что топ-клуб это просто не уровень Унаи. И опыт в арсенале подтвердил эту версию. Английские СМИ писали о том, как игроки смеялись над английским языком Баска, а сам он слишком часто менял тактику, выдавая свою неуверенность. Эмери быстро сдулся. И сейчас трудно представить, что его позовет клуб уровнем выше, чем условная Севилья. Дзюба может, наконец, спокойно выдохнуть. В конце концов, в его словах была доля правды. Пятый. Эктор Купер. Аргентинец, который в начале нулевых считался самым крутым южноамериканским тренером в Европе. Эктор был чем-то похож на Семёны. Такая же игра от обороны, мобильная полузащита и вертикальные нападения. При Купере Мальорка в конце 90-х взяла свой первый трофей, обыграв Барселону в финале Суперкубка Испании. Потом была бронза-премьера с лучшим показателем пропущенных мячей. И финал последнего в истории Кубка Кубков. Так что Купера забрали на уровень выше, в Валенсию, с которой аргентинец сенсационно два года подряд выходил в финал Лиги Чемпионов. Потом богатый Интер пригласил специалиста, рассчитывая на трофей. Но в первом же сезоне Купер упустил чемпионство в последнем туре. Это был уже какой-то анекдот. Неудачливость Эктора стала мировым футбольным мемом. Так что после увольнения из Интера ему больше не доверяли большие команды. Да и со средними он подтверждал репутацию самого нефартового наставника в мировом футболе. «Я надеюсь, в один прекрасный день мне повезет в финале», сказал аргентинец перед титульным матчем Кубка Африки 2017. И Египет пропустил решающий гол за две минуты до конца. Непруха, который заставил наставника потерять уверенность в себе и своем футболе. И это единственное объяснение, почему топ-карьера Эктора Купера завершилась, по сути, когда ему еще и не было 50 лет. Четвертое место необычное. Тут Арсен Венгер. Международная федерация футбольной истории и статистики признала француза лучшим тренером первого десятилетия 21 века. Рекорд канониров по матчам без поражений в АПЛ не покорился даже космическим Ливерпулю Сити. В том арсенале был высочайший уровень и культура игры. В начале нулевых в него влюблялись, увидев всего пару-тройку нарезок. Но после того самого сезона непобедимых, Венгер не выиграл ни одного чемпионства. С появлением Абрамовича, а потом и шейхов, конечно, значительно выросла конкуренция в АПЛ. Но вместе с тем и сам Арсен стал выпадать из основных трендов. В то время как соперники стали тратить огромные суммы на трансферы, Венгер оставался верен той философии, что звезд надо создавать, а не покупать. Его просто бесило трансферное вакханалие. Но на уровне клуба, претендующего на чемпионство, по-другому уже не работало. И вскоре французу даже пришлось оправдываться. Впрочем, момент был упущен. В Арсенал уже мало кто хотел идти из звезд первой величины. И клуб оставался с четвертым-пятым по силе составом в лиге. Но в 2016 году наступил момент, когда окончательно стало ясно, что Арсен больше не топ. Самые богатые клубы лиги в том сезоне провалились. А Арсенал в чемпионской гонке с Лестером и Тоттенхемом выглядел фаворитом. И какое-то время ее возглавлял, но потом стал терять очки со всякими Сандерлендами. И в итоге отстал от чемпиона на целых 10 баллов. Через два года Венгера попросили из Арсенала. А получить работу в другом большом клубе ему не удалось. Особенно унизителен был отказ Баварии. Бильд опубликовал заявление мюнхенца, в котором говорилось, что Арсен сам звонил Румениде после отставки Ковача. Но клуб даже не стал рассматривать его кандидатуру, предпочтя неизвестного Фильке. Публикация, которую очень хотелось развидеть. Тройку открывает Рафаэль Бенитос, обладатель главного приза в мировом клубном футболе, который, тем не менее, не реализовался на 100%. Беня ворвался в элиту после того, как дважды выиграл с Валенсии чемпионат Испании и еще Кубок УЕФА. А особенно круто было, когда в сезоне 3-4 он опередил Барсу с Рональдинью и привез 7 очков на финише галактическому Реалу. Футбол Рафаэль на тот момент был суперпрагматичным. Если его Валенсия забивала первой, то, как правило, уже не пропускала и сама вперед не рвалась. Скучно, но результаты впечатляли, и Бенитоса пригласили в Ливерпуль. С тех пор испанец не выигрывал национальные первенства, зато взял Лигу чемпионов, обыграв в эпичном финале Милан. А в 2010-м, после ухода из стана Мерсесайдцев, Бенитос совершил несколько фатальных ошибок, которые похоронили его топ-карьеру. Во-первых, не стоило идти в Интер после Муриньо. Многие понимали, Жезе из той команды выжил все соти, и дальше последует только спад, а ожидания будут завышены. Так и вышло. После была неплохая работа в Челси и Наполи, а потом Рафа совершил еще одну ошибку. Согласившись после увольнения Анчелотти возглавить Реал. Испанец-воспитанник Мадридской Академии, он всю жизнь мечтал о таком предложении, так что принялся кардинально перестраивать игру команды. Но столкнулся с неприятием игроков, поэтому поругался с лидерами клуба Роналду, Рамосом и Бензима. Перес не дал специалисту времени и уволил уже через 6 месяцев, а пришедший Зидан сразу выиграл Лигу чемпионов. И вот то был момент, который окончательно утопил карьеру Бенитоса. Его репутацию было уже не восстановить. А сам Рафа был настолько ошеломлен увольнением из родного клуба, что принял первое же предложение от Нью-Касла. Там работал неплохо, но амбициозные команды приглашать испанца уже не хотели. Так что сейчас действительно крутой и еще совсем не старый тренер Рафаэль Бенитос отправился в Китай. Жаль. На втором месте крутейший немец Феликс Магат. Крутейший не только по достижениям в нулевых, но и по своему нраву. Его прозвища Железный Феликс и Саддам говорят сами за себя. Он не терпел возражений ни от футболистов, ни от руководителей клуба. Работая в Гамбурге, Магат однажды прогнал боссов с занятий игроков. Зачем вы сюда приперлись? Ваше место в офисе. Про его убийственные тренировки до сих пор ходят легенды. Вот самое жесткое из них. Норвежец Ян Оди Фьортофт, игравший у Магата в Айнтракте, рассказал. После одной из тренировок мы не досчитались игрока. Нашли его без сознания. А когда в 2011-м появились слухи о назначении Железного Феликса в Московское Динамо, немецкий льонер Курани, не понаслышке знакомый с методами Магата, в тот же вечер собрал чемоданы и был готов расторгнуть контракт. Но тем не менее, в нулевых методы Магата в Бундеслиге давали результат. Феликс сделал с Баварией два дубля подряд, но тактически его команда была недостаточно хороша для успеха в Европе. Дальше четвертьфинала Лиги Чемпионов не проходила, так что наставника уволили по ходу третьего сезона. Магат взял на некоторое время паузу, а потом триумфально вернулся, выиграв с Вольсбургом в 2009-м их первую салатницу в истории. Там тоже сработала знаменитая физуха. Феликс чего только не придумывал, чтобы дополнительно нагрузить футболистов. Даже гребли в межсезонье заставлял их заниматься. Позже наставника позвал богатый Шальки и опять Вольсбург, но то уже были десятые. В Бундеслиге наступило время тренеров другой формации. Гвардиола и компьютерные дики вроде Нагельсмана сделали Лигу более тактической и умной, так что беговой футбол Магата уже не давал результатов. Не так давно немец попытался вернуться в топ-футбол, приняв предложение последней команды АПЛ Фулхима, но эта история обернулась недоразумением. 63-летний специалист просто расписался в своей беспомощности в современных реалиях футбола и отправился в Китай. Но и там особо ничего не получилось. И уже три года наставник сидит без работы. И первое место сегодня берет Франк Райкард. Голландец вошел в топ-50 коучей всех времен по версии францфутбол. Хотя его тренерская карьера ассоциируется с одним большим проектом. Волшебный Барси середины нулевых. На самом же деле звезда Райкарда тренеров зашла раньше, когда великий голландский футболист работал наставником своей национальной сборной. На домашнем Евро оранжевые были великолепны и взяли бронзу. Райкарда тогда хотели многие, а он возглавил Барселону в 2003-м и сделал один из самых красивых футбольных проектов в 21 веке. Под руководством Райкарда Барса с Рональдинью выиграла Ла Лигу после шестилетнего перерыва, а потом взяла Лигу чемпионов. Тогда каталонцами восхищались вообще все, но Франк не смог удержать команду на столь высоком уровне. Последовали два года без трофеев и с голландским тренером расстались. Казалось, это был временный спад, но на деле топ-карьера голландца закончилась. Франк перешел в Галатасарай, и это был крайне неудачный опыт. В первом сезоне только третье место, а во втором вылет из квалификации Лиги Европы, между прочим, от Карпат-Конного. А когда клуб опустился в чемпионате на девятое место, контракт расторгли. Дальше Райкард уехал на Ближний Восток, но после того, как не вывел сборную Саудовской Аравии на чемпионат мира, решил больше не позориться и объявил о завершении карьеры. Не собираются работать главным тренером до 60 лет. Сейчас Франку 57, слово свое держит. Но падение с Олимпа было очень-очень стремительным. Бонусом сегодня история Олега Романцева. Тренер, который больше 10 лет был абсолютно лучшим в России и одним из лучших в Европе, о чем говорит хотя бы тот факт, что его Спартак доходил до полуфинальных стадий всех Еврокубков. Но после ухода из клуба всей своей жизни Олег Иванович не смог подтвердить репутацию топа. Хотя Романцеву тогда было всего 49. Поначалу казалось, что Олег Иванович готов начать новую жизнь в футболе. В следующем его клубе Сатурне речь шла о претензиях на Еврокубок, но в итоге получилось падение. Потом Олег Иванович стал тренером московского Динамо, но то был очень странный проект. Получив зимой 2005-го разом 7 легионеров, Романцев, который только что спас Динамо от вылета, столкнулся с новой непривычной для себя ситуацией. Надо было строить команду с костяком из заносчивых иностранцев. Не получилось. А после Олег Иванович больше не хотел возобновлять карьеру. Никто не спорит, что Романцев все равно остался сильным тренером, но после 12 лет решения самых высоких задач со Спартаком, остальные клубы ему были уже неинтересны. Да и в деньгах не было надобности. А открывшийся сезон летней рыбалки только упростил решение о завершении карьеры в 51 год. В общем, к сожалению, не только игроки теряют в футболе форму и кондиции, но и наставники. Даже у самых гениальных тренеров наступает спад, который они побороть уже не могут. Ну, за исключением уникальных случаев. Пишите внизу, кто еще мог бы попасть в наш ТОП. Вроде Мирча Луческу и Свена Йорна Эриксона. Ну и если понравилось, подписывайтесь на канал. Несмотря на паузу в мировом футболе, мы продолжим делать для вас крутые ролики. Саня Журавлев, Мяч Продакшн. Будьте всегда в тренде. Пока.